Век подергивается. Изо рта вырывается тишина. Европейские города настигают друг друга на станциях. Запах мыла выдает обитателю джунглей приближающегося врага. Там, где ступила твоя нога, появляются белые пятна на карте мира. В горле першит. Путешественник просит пить. Дети, которых надо бить, оглашают пространство пронзительным криком, что до колонн. Из-за них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза, даже во сне вы видите человека. И накапливается, как плевок в груди. Дай мне чернил и бумаги, а сам уйди прочь. И века подергивается. Невнятные причитания. За стеной. Будто молится. Увеличивает тоску. Чудовищность творящегося в мозгу. Придает незнакомой комнате знакомые очертания. Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты вытаскиваешь фотоаппарат. Заопечатлит черты. Но темнеет. Присядь. Перекинься с шуткой. Сговорящей по-южному нараспев обезьянкой, что спрыгнул с пальмы. И не успев стать человеком, сделалась проституткой. Лучше плыть пароходом, качающимся на волне, участвуя в географии, в голубизне, а не только в истории, в этой корости суши. Лучше Гренландию пересекать скрипя, оставляя лыжами, оставляя после себя айсберги и теленьи туши. Алфавит не даст позабыть тебе. Цель твоего путешествия. Точку Б. Там в воронине сделаться вороном, как ни каркой. Слышен лай дворняк. Рожь заглушил сорняк. Там, как над шкуркой зверька, скорняк. Офицеры генштаба орудуют над порыжавшей картой. Тридцать семь лет. Я смотрю в огонь. Века подергивается. Ладонь покрывается потом. Полицейский, взяв документы, выходит в другую комнату. Воздвигнутый в попыхах обелиск. Кончается нехотя в облаках, как удар по эвклиду, как след кометы. Ночь, дожив-досидин. Ужинаешь один. Сам себе быдло, сам себе господин. В облах лежит поперек крупно набранного сообщения об извержении вулкана. Черт знает где, иными словами, в чужой среде, упираясь хвостом в последние запрещения. Я понимаю только жужжание мух на восточных базарах, на тротуарах в двух шагах от гостиницы. Рыбой, попавшей в сети, путешественник ловит воздух с закрытым ртом. Сильная боль на этом убив, на том продолжается свете. «Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор. Племянник. И блуждает пальцем по складкам гор. «Здесь», — говорит племянница, — поскрипывают качели в старом саду. На столе букет фиалок. Солнце слепит паркет. Из гостиной доносятся пассажи виолончели. «Ночью над плоскогорьем висит луна. От валуна отделяется тень слона. В серебре ручья нет никакой корысти. В одинокой комнате простыню комкает белое смуглое простыню, жидопись неизвестной кисти. Весной в грязи копошится труженик муравей, появляется грач, тварь иных кровей. Листва покрывает ствол, вместе его изгиба. Осенью ястреб дает круги над селением, считает цыплят, и на плечах слуги болтается белый пиджак с огиба. Было ли сказано слово? И если да, на каком языке? Был ли мальчик? И сколько льда нужно бросить в стакан, чтобы остановить Титаник? Мысли. Помнили целую роль частиц? И что способен подумать при виде птиц в аквариуме Ботаник? Это записки натуралиста. За. Писки натуралиста. Капывающая слеза падает в вакууме без всякого ускорения. Вечно зеленое. Не в растение. Слышу. Жу. Цэ-цэ будущего. Я дрожу, вцепившись ногтями в свои коренья. Все.